Осьминог Бесконечности представляет Афоризмы на тему Аргументация Для многих спорщиков важно не высказывать самый главный аргумент в защиту своей точки зрения, ведь при его опровержении будет опровергнута и их точка зрения. Почти всегда можно найти скрытую аргументацию, которую люди оставляют для себя лично. Нельзя победить в споре оппонента, который одновременно является судьей этого спора, если он, конечно, сам того не позволит. Если я могу допустить нечто обратное к какому-то тезису, а мой противник и не может мне по существу возразить, не значит ли это, что мое допущение сработало? В современных представлениях об аргументации такое невозможно. Люди, которые не умеют и не могут ничего доказать, часто уверены в обратном, так еще и требуют доказательства других. Любые доводы, лишь пустые слова, это подтверждается и тем, что не всех людей можно переубедить аргументацией. Люди подсознательно хотят участвовать только в тех спорах, в которых они побеждают. Более того, даже если они проиграли, то чаще всего винят в этом хитрого победителя, оставаясь при своем мнении. Есть особая категория людей, которых можно переубедить. Они, проигрывая в споре, признают точку зрения победителя, наивно полагая, что она верна. Но есть и такие люди, которые не доверяют спорам и чужим точкам зрения. Для них любая победа, как их собственный результат хитрости и нахочевости, ничего общего не умеющий с истины, это софисты и скептики. Ни один человек не обязан в совершенстве знать точку зрения своего противника. Ни один человек не обязан принимать точку зрения противника, если он проигрывает ему в споре. Ни один человек не обязан понимать терминологию, которой пользуется его противник. Особенно, никто не обязан всего этого делать, если противник сам так не поступает. Отсутствие аргументов не является причиной ложности той или иной позиции. Когда человек доказывает свою точку зрения, то все аргумент. Когда же он рассматривает чужую, то даже самые убедительные аргументы могут пролететь мимо ушей. В слепой борьбе с соперником поспешный спорщик часто опровергает сам себя. Люди подбирают удобную терминологию, удобный взгляд на явление и удобную логику для доказательства своей точки зрения. Точка зрения почти у всех первична. Большинство людей может не просто переходить на личности, а постоянно по ним топтаться. Но как только кто-то перейдет на их личность, сразу же от них можно услышать жалобы о нарушении законов логики. Представьте себе, меня бедного кто-то обидел. Какой ужас! Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!